Доброе утро, коллеги! Сегодня второй день, как я начал собирать денезда. 22 семьи вчера осилили, сегодня продолжаем. В принципе, как бы какое наблюдение сделал, с медом не очень. Матка сеяла хорошо, нагнала пчелы, но в связи с этим меда-то нет. Вот это плохо. Я посмотрел все рамки. Вот такие рамки практически все. А матка работала хорошо, поэтому попадаются такие семьи. А что делать? А уже осень, а кормить уже поздно. Поэтому я всегда, когда объединяю на подзону семьи, оставляю старых маток. Значит, и туда скидываю полномедные рамки. Полномедные там, они еще поднесут. Значит, у меня всегда рамок 100, наверное. Вот таких вот есть. Вот это я сейчас пошел в отводок. У меня есть где взять запасные рамки с медом. В противном случае, ну, это семью обрекать. Вот плюс еще тут небольшой пяточок и расплода. Не буду я оставлять, чтобы потом голову не морочить. Я эту рамку уберу. Нечего его тут оставлять, чтобы потом лишний раз заглядывать в улей. Порадовали меня Карпатки, которые я вам весной показывал от Ярослава Мухи. В гнезде, как ни у кого, меда очень много. Да и пчелы Карпатка нагнала в зиму хорошо. Чтобы не быть голословным, как Карпатка приготовилась в зиму. Вот такие вот рамки. Вот такие вот рамки. Поэтому меда, меда предостаточно. Вот. Ну и по просьбе ребят за Карнику. Потому что Карпатку мы глянули, а как Карника приготовилась к зимовке. Потому что Карники у меня еще не было. Я не знаю, как она. Значит так, раз, два, три. Три крайних рамки. Вот такие вот есть уже. А нам нужно, чтобы было семь. Рамок как минимум. Ну, в принципе, тоже нормальная. Средина, как правило, я говорил уже, рамки без меда. Поэтому мы их будем убирать. Я хочу оценить количество пчелы. Да. И еще есть даже расплода немножко на выходе. Ну, эту рамку мы уберем. А вон и матка ходит. Если видно на камеру. Ну, должен сказать, если брать по меду, то у Карпаток на этом, в этом плане положение было лучше. Ну, матка долго сеяла. Соответственно, они, конечно, поели много меда. Вот когда рамок не хватает, тогда начинаешь уже придумывать способы всевозможные сборки. То есть, полномедная. Значит, тут, ну, до середины. Опять полномедная. Значит, в этих двух улочках на этой рамке будет ложи. А там полномедные рамки. Значит, вот этот вот, ну, жалко. Он пчелке, даже пчелка, она уже лупится. Поэтому я ее оставлю. Пусть выходят. За неделю, на следующей неделе буду собирать гнезда опять на выходных. Заберу эту рамку. А чтобы не лазить уже в гнездо, я ее поставлю с краю. Опять полномедная. Это с этой стороны полномедная, с этой стороны подложи к полномедной. И здесь тоже. Значит, подложи полномедной. И прикрываем полномедной. Здесь я оставил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Гнездо на семи рамках. Восьмая рамка с расплодом через недельку мы заберем. И получается, значит, полномедная подложи, полномедная подложи, полномедная подложи, полномедная. Вот так как бы через один прочередовали. Все, в принципе, меда у них хватит. Ну, в принципе, карника тоже неплохо. пчелы нагнала. С медом относительно нормально не добавляли. Со своих рамок гнездо мы собрали. Так что пусть зимует. Пчелы